Всех приветствую, друзья мои! Сегодня у нас интересная вещица будет распакована. Давно я вам обещал уже ее показать. Лежит все, руки не доходят. К сезону я обновил свой парк гриндеров. В тот год приобрел я в магазине Градус Хаус. Гриндер удачный, кто помнит, распаковывали. А в этот сезон, она вышла еще зимой или в том году у них вышло обновление. Столика бы не поменяли градусы, натяжитель поменяли. В общем, усовершенствованный модель. Решил я его заказать. Так как у меня есть наждак, но позже покажу. Есть гриндер старенький, старого образца ихнего. Захотелось обновиться. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас с вами распакуем ее. Соберем. Ну, пишет производитель, что он собранный. Ну, мы на камеру вам покажу. Вместе со мной распечатаете. Настроим и что-нибудь заточим. Штука, между прочим, вообще классная. Кто не знает, что такое гриндер, полировать, шлифовать, стекло, керамику, железо, все. Фасочки снимать, кто ножами занимается, топорами, всякие там ремеслами. Вот эта вещь незаменимая. Кто-то скажет, наждак. Нет, наждак, ребят, вы не понимаете, о чем вы говорите. Это наждак для своих задач, это для своих. Давайте будем распаковывать. Поставляется, вот он, в такой интересной коробочке. Сейчас мы его распакуем с вами. И посмотрим, что там внутри. Опачка. Что мы тут сразу видим? Гарантийный талон. Куда показывать-то? Вот сюда где-нибудь. Так, да? Гарантийный талончик. Гриндер удачный. New стол с регулируемым упором. Гарантия 3 года. Дата производства 26.03. Свежачок. Свежачок. Ой. Здесь у нас купончик нам прислали. Купон, подарочный купон на 1000 рублей. При покупке от 5000 рублей. GreenGradusHouse.ru Гриндер удачная инструкция. Инструкция по эксплуатации. В принципе, тут все понятно. Давайте мы сначала разберем. И потом уже, если что-то непонятно будет, то посмотрим. Так, это файлик от документов. Три ленты идет. Разные. Самая мелкая, средняя и крупная. Обдирочная. Запаковано, конечно, знатно. Так, что бросается в глаза? Обработка роликов сразу же. Сделано замечательно. Опа. Так, и нам надо его как-то достать. А как его достать, интересно, оттуда. Много секунду. Ух ты. Он как-то закреплен, ребята, интересно. Ящик, что ли, разломывать? Или чего? А, наверное, надо вот это вскрыть. Давайте. Сейчас попробуем. Ну, а одно не достать. Блин, а как его доставать оттуда? Гриндер удачный. Ящик ломать, что ли? Или я что-то неправильно делаю? А, нет. Наверное, все-таки открутить и достать его оттуда. Все правильно? Все правильно я делаю. Секунду. И он сейчас должен достаться. Он на брусочках стоит, наверное. А хотя, может, нет. Ну-ка. Нифига, придется разламывать. Ой, ой, ой. Вот это, да. Разламываться достаточно легко. Так, шурупики пока откладем. Опа. Опа, опа. Ну что, давайте будем изучать. Все распаковали. Сейчас будем смотреть. Цвет поменялся. Вот это да. Дальше. Что здесь из интересного? Обработка роликов. Вижу, чище гораздо. Между прочим, ролики закрыты. Ну, подшипники в роликах стоят закрытого типа. Если видно, у вас тут ни пыли, ничего попадать не будет. Сразу же бросается в глаза. Натяжитель другой сделали. Цвет поменяли. Это керамопластиновая здесь стоит. Шкала. Смотри, не там. Вот это да. Натяжной ролик снимаем. И здесь сейчас мы снимем, посмотрим, что там. Здесь что у нас такое? Мы посмотрим. Что-то здесь тоже находится. Что-то распечатаю, посмотрю. О, нож какой-то. Нет крепления. Да, крепление и планка. Угла наклона. Смотрение. 90 градусов. Что нам сейчас надо? Его открутить. Он прикручен? Прикручен. Хорошо прикручен. Сейчас будем откручивать. Давайте открутим. Есть. Так, это уберем. Болтики пока уберем. Это все уберем. Переворачиваем. Сейчас мы отсюда попробуем. Есть. Есть. И нам надо сейчас самое интересное. Здесь отвертку принести. Последний крепеж снимаем. Готово. Так, болтики пригодятся в хозяйстве. Не будем выкидывать. Шайбочки, все дела. Все, наш гриндер. Сейчас я посмотрю, как стол собирать. Перешли мы в гараж. Собираем. Два гриндера у меня. Удачные. Это у них прошлая версия. Это настоящая версия. Более современная. С крутыми фишками. Что мне здесь надо? Прикрутить. Сразу упорчик, да? Вот он. Ой. Вот он, для чего мы тут упорчик. Все, ставим. В принципе, видим, закреплять можно. Верстаку можно просто ставить. У меня он так стоит. Никуда деваться. Что здесь просто стоит. На верстаке. Вибрации тут минимальные. Ничего не вибрирует. Все чутенько. Так, что мы сейчас будем делать, друзья мои? Мы сейчас будем настраивать столик. Мне надо его ослабить. И будем выводить. Нам понадобится ключ, ключ, ключ. Секунду. Сейчас мы все сделаем с вами. В лучшем виде. Надо ключ, наверное, нам... А на сколько это ключ тут? 13. Сейчас выведем стол, отрегулируем все. Так. Так, так. И вот нам надо вот этот еще гаечку ослабить. Вот так вот, да? Примерно. Сейчас я все выровняю здесь. Обратите внимание. Натяжной механизм. Несколько отверстий сделали. Поменялся. Можно вам сравнение сделать. Смотрите. Регулировка ленты изменилась. Потом натяжитель сам роликов. Здесь, смотрите, разная степень преднатяга. Можно подсделать. Разные отверстия. Что тут еще? Стол. Ну, понятно, столик с градусами. И плюс градусы там. Здесь просто он регулируется тут уровнем или еще как-нибудь. Всегда читаем инструкцию. Ну, монтаж тут. Тут ничего. Монтировать они на столик установил и все. У нас есть шаблон. Вот такой. Шаблончик. Для чего он? Когда вы ленту установите сюда. Ой. Поставить. Зазор сделать. Миллиметр. Между лентой и столиком. Вот как вы будете делать. Ну, я потом продемонстрирую сейчас. Сейчас ленту пока не ставим. Надо закрепить стол. И что нам? Погонять его. Написано 3-5 минут. Пускай он в холостом ходу поработает. Без ленточки. Сейчас все сделаем. А потом мы полностью выровняем стул. И все. Достаем шнур. И включаем его. Погоняем на холостую. Ну-ка, доставайся давай, шнурка. Опа. Достаем шнурок. Что вам там видно? Наверное, все. И без всего включим в сеть. Работает 220 вольт. Так, достанешь что у меня здесь? Интересно или нет? Достанет. Да, достанет. Кнопочка. Запуск. Первый запуск. Работает. Двигатель, конечно, тихонечко. Вообще тихо. Не вибрации, ничего нет. Ну и по столику тут, давайте пока он крутится, так я не знаю, расскажу. Здесь градус будем выставлять, если вам там угол что-то сделать надо. А угол стола, так, как это мне вам показать? Сейчас, секунду, приноровлюсь. Под столом есть шкала вот здесь. И вот угол можно стола благодаря этой шкале всяко выставлять. А 90 градусов, и если вам здесь неровный угол надо сделать. Ладно, я сейчас. Пускай он поработает несколько минут. Потом его охладим, ленту поставим, натянем все, центруем. И все. Он тихенько работает. Без ленты, конечно. Вещь. Все, гоняем пока. Итак, отработал он несколько минут. Не знаю, что я. Я бы не сказал, что он горячий. Сейчас останавливается. Пусть останавливается. Сейчас думал. С натяжением. Ленты разбираться. Ставим среднюю, наверное, ленту пока ставим. Оп-оп. Ну, не знаю. Не горячий. Лента ставится. Разной степени напряжения есть. Ну, на этой нагрузке. Можно сразу же откинуть столик. Давайте столик откинем. Откинем мы верхним. Верхним. Вот так. Чик. Все четенько, ребята. Так. Может, вам чуть-чуть пониже сделать. Меня-то не обязательно лицезреть. Лента ставится. Ну, тут, я думаю, без... А, вот тут есть вообще-то разница. Есть стрелочка, есть. Ага. Двигатель крутится на меня. Соответственно, лента... Здесь у нас идет стрелочка. Видите? Да, на меня крутится. Соответственно, ставим. Ставим, ставим. Все элементарно. Накидываем на барабан. И на столик. Вот и все. Вот так устанавливается лента. Сейчас мы ее... Ну, не знаю, натяжение можно, конечно, и поменьше поставить. Вот этим будем настраивать. Сейчас мы будем поднастраивать ее. Вот этим что-то. Вот так. Можно еще чуть-чуть. С лентой он, конечно, стал гораздо шумнее. Сейчас что делаем? Сейчас мы будем с вами стол настраивать. Настраивать стол сначала. Давайте мы его сделаем на 90 градусов. Так, так, так. Вот так. Сделать по шаблону. И уже у нас 90 градусов здесь затянуть. И нам надо выставить миллиметр от стола. Вот так, наверное. Секунду. Протягиваем. Сначала низ протягиваем. Подтянули, да. Сейчас достаем шаблон. И выравниваем 90 градусов. 90 градусов. Ну-ка, если так. Затягиваем наш столик. Не сильно. Все замечательно. Так. Сейчас мы... Она надо... Какой-то какой. Вот этот, наверное. Это у нас что будет регулировать? Это у нас угол, если вам надо что-то будет подрегулировать, да? Все понятно. 30. Вот это по этой шкале. Так. Гриндер у нас собран. Все настроено. Что мы здесь имеем? Шкала. Смотрите, она по градусам. Вы можете любой угол заточки выставить. Для чего это, например, нужно? Да? У нас есть зубило. Чтобы его вот так вам не точить, вы нужный угол выставляете. И все только заводите сюда. И он у вас как надо. Так. Угол сделается. Сейчас мы как раз это и продемонстрируем. Видим, зубило у нас не первой свежести. Но я бы, конечно, ленту поменьше поставил. Дальше что у нас тут есть, Мариня? Столик регулируется. Его можно сейчас... Сейчас я постараюсь объяснить вам наглядно. Он у нас вверх-вниз еще опускается столик. Соответственно, его к ленте можно подвинуть. Вот этот угол делать. Ну, если, например, там шаблоны какие-то под углом, да? Как вы угол будете смотреть? Смотрите. Здесь есть у нас вот такая штука. Сейчас она у меня сделана 90 градусов. По этому столу. Соответственно, вот здесь, в этом месте, ровно 90 градусов. Все так же стол вы можете чуть-чуть отодвинуть, если вам надо там побольше. Я сделал тут миллиметр-зазорчик. Все. И можете вниз его опускать точно так же. Это шкала. Вот эта шкала. Когда вы столик будете опускать. Ну, подвигать, да? Вот сюда. Здесь все это вымеряется по этой шкале. Вот так вот. Что мы сейчас будем делать, господа? Так, как-то бы вам поставить. У меня, видите, зубило-то неровное. Если бы оно было у меня ровное. Мы сейчас его с вами проточим, наверное, да? Ослабляем данный стол. Можно выставить любой угол. Вот я вот рассказывал. Видите, стол стоит. Здесь вам надо, например, какую-то деталь вытащить. Вот именно вот такую. Давайте поставим. Задерем. 45 градусов, да? Вот вам надо выставить. 45 градусов какие-то вещи торцевать. Выравниваем. Даже больше тут 45 градусов он встает. А нам надо с вами 45 градусов. Вот такую вещь выточить, да? Выставили стол. Соответственно, здесь все затянули. В этом месте. И все. И работаем. Если вам надо что-то торцевать под углом. Вот такие вещи делать. 45 градусов. Все поделали. Стол опять выставляем в любую сторону. 90 градусов. Вам надо, да? Выставить его. Берем шаблончик. Выставляем. Вставляем сюда. Затягиваем. Убираем шаблончик. Так. Так. Продолжение следует... 5 секунд и готово. Не знаю, там покажет коммент. Здесь выкрашивание металла, между прочим, идёт такое зубильчика. И всё, пожалуйста. Хорош, конечно. Хорош. Гриндер удачный. Ну-ка, агвам. Так, сейчас топорик какой-нибудь заточим. Если нам надо заточить, например... Ну, поправить топорик. Не вывести его, именно заправить. Что мы опять делаем? Мне стол сейчас не нужен, например, для данной операции. Мы просто берём, ослабляем. Так это, например, отключить. Погодите. Как я делаю, например, да? Я просто откидываю столик. Он мне не нужен на данный момент. Нужно вообще сюда откинуть. Берём, меняем ленту. Опять ставлю я средней жёсткости ленточку. Смотрим, стрелочка куда. Наоборот. Стрелка должна смотреть сюда. Ставим данную. Опять ленту. Прокручиваем. Можно включить, поднастроить. пропустить. В общем. В общем. Вот. Ухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухух using theseем угол топора мы не изменили так и оставили но если править надо то конечно на жесткую ставить ленту уже если вы собираетесь топорик править мне надо было под заточить только а не угол вывести у меня все топоры нормально если угол выводить соответственно больше крупнее сначала задираем там 27 29 градусов скот сделаем потом опять если надо что-то делать ставим наш столик шаблончик подравниваем примерно вот так берем головочку немножко подтягиваем сейчас мы подравняемся и соответственно шаблончик ставим наш еще затягиваем стол это у нас основное рабочее состояние будет 90 градусов стола и ниже не убираем шаблон у нас здесь миллиметр от этого вот такой гриндер у нас интересно в хозяйстве появился будет работать эта штука интересная конечно сейчас можно не обязательно это я показал что на железе можно работать он же может работать с керамикой с деревом пожалуйста вам надо где-то там брусочки подровнять именно под угол чтобы у вас были там да какие-то клинышки ну тут фантазия разбегается если вам это не нужно открутили убрали все это убрали тут резьба нарезана в них это все отложили поработали столом как надо 5 градусов надо вам поставили на место все если вам эту сторону надо там с этой стороны чтобы зеркально сюда поставили это все переставляться все переделывается пожалуйста кому интересные характеристики сейчас где посмотреть какой-то двигатель какой-то перевернул его так он с этой стороны смотрит конечно дизайн у него бомбический они сделали со вкусом подошли к данной штуковине можете закрепить вот если у кого-то между прочим на железе так он немножко мне кажется ездить а вот там он который стоит на дереве никуда вообще не делается вот такой гриндерок как обычно ссылочки оставлю в описании кому он подойдет да он всем подойдет у кого есть руки прямые и время в гараже кого гараж есть обязательно должна такая штука стоять говорю где-то что-то по вот вот это кто-то сказать наждак вот у меня наждак есть этот чисто для грубой обтески и то он не тянет понимаете вот этот наждак и на него чуть-чуть надавишь все он останавливается здесь конечно дури любая лента меняются пожалуйста ленточка грубая лента разная продаются эти все ленты отдельно кому надо хозяйстве конечно должна делать это поделочки шлифуют мы знаем которые ребята занимаются чем-то да сразу же для себя определить что штука конечно хороша особенно вот эти модернизации все которые вот это тоже у них вообще классно нравится мне сейчас еще лучше вещь ну но у у у Продолжение следует...